В Соликамском городском округе в первом полугодии этого года число преступлений возросло с 796 до 820, то есть на 3%. По краю рост на 2,2, то есть мы идем с опережением, это не есть хорошо. Как отметил прокурор, выросли тяжкие и особо тяжкие преступления. Рост дали дела с банковскими картами. Ряд дел, это когда шел, шел, нашел, пошел, снял бесконтактным способом до тех пор, пока денег хватило. Это состав хищения, есть такие дела. В основном как взрослые, так и дети их совершают. Сюда же вошли дела, связанные с мошенничеством по картам, когда доверчивые граждане дарят незнакомым людям крупные суммы. Еще одной бедой Соликамска прокурор назвала наркотики и связанные с ними преступления. Только за полгода в нашем округе зафиксировано 9 отравлений от употребления наркотических средств. 8 из них со смертельным исходом. По другим городам Пермского края картина не лучше. Это все еще говорит о том, что у нас есть наркотик, есть дорогостоящий, и поэтому мы нацеливаем полицию, в первую очередь, и все другие правоохранительные органы, для того, чтобы с этим злом бороться и раскрывать. Тревожит прокуратуру и возросшее количество суицидальных попыток среди подростков. 16 человек за полгода. Из них один случай со смертельным исходом. Соблюдение федерального законодательства также входит в зону контроля прокуратуры. За полгода ведомством выявлено 1196 нарушений. 293 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 37 – к административной. Возбуждено три уголовных дела. Прокуратура особое внимание уделяет борьбе с коррупцией, защите прав несовершеннолетних, контролирует проведение выборов, градостроительство, курирует нацпроекты, такие как жилье и городская среда, образование, здравоохранение, демография и другие. Считаем каждый рубль. Идет ли он по тому назначению, куда его государство определило. Здесь такой контроль. И если мы замечаем, что денежка идет не туда, то мы реагируем. Соляная верста, строительство гимназии и катка на Клистовке тоже на контроле прокуратуры. И по расходу денежных средств по одному из этих проектов уже выявлены нарушения. По данным нашего источника возбуждено уголовное дело, но пока это тайна следствия. Будем держать вас в курсе.